Привет! Привет! Передо мной Николай Волгин, тренер части сборной Пхукет-Вейк-Парка. Расскажи, пожалуйста, про наших ребят. Какие у них успехи? Ну, сезон заканчивается, да, мы приехали на такой заключительный тренировочный сбор, провели здесь месяц. В принципе, сезон прошел неплохо достаточно. Ребята достаточно высоко подняли планку своего катания. Отдельно про кого могу отметить. Мишка молодец, подтянулся в этом году. Неплохие трюки. Начал уже взрослый прыгать с джибингом. Правда, у него еще пока проблемы. Но, я думаю, это все решаемо. Посетили много соревнований в этом сезоне. Основными стартами, конечно, были это чемпионат Европы, катерный, чемпионат Европы за электротягой. Тоже достаточно доволен я остался выступлением ребят. Посетили чемпионат России за катером, чемпионат России за электротягой в Ростове. То есть, лето было насыщенное. Насыщенное тренировками, сборами, соревнованиями. Результат тоже не заставил себя ждать у нас в копилке за этот год. Достаточное количество медалей в разных категориях. Маша выиграла чемпионат России за катером, чемпионат России за электротягой в Ростове, на Европе. В открытой категории поднялась на пьедестал в юниорах, тоже неплохо выступила. Мишка Доладов достаточно неплохо показал себя в этом году на катере. То есть, он на чемпионате России в мужчинах занял третье место. Я считаю, это очень достойный результат для мальчика в 12 лет. В категории бойс на чемпионате Европы он тоже занял второе место. Там заруба была тоже не кислая. Немножко похуже провел сезон Захар. Он набрал достаточно, в принципе, количества трюков за короткий период. И не хватает у него еще именно опыта по приведению этих трюков. Именно на соревнованиях. На тренировках катает, на соревнованиях все вместе пока собрать не может. Мы над этим работаем. И я думаю, результат тоже не заставит себя ждать. Все будет, я думаю. Расскажи, какие планы на зиму? Зимой мы будем заниматься физической подготовкой с ребятами. Миша у нас будет заниматься акробатикой. Может, в бокс походит. Маленечко злости поднабраться. Захар, Маша будет заниматься сноубордом. У Маши тоже очень плотный график. Зимний в составе сборной молодежной. Она будет посещать сборы тренировочные. Уже через неделю у них первый сбор на Кавказе. В планах посетить Кубки Европы по сноуборду. Ну и, конечно же, основные старты – это первенство России, которое будет проходить в Мясе у нас. И отбор на первенство мира, которое будет проходить в апреле, где-то, думаю, в Европе. Где тебя смогут найти молодые дарования? Они смотрят на Машу, Захара, Мишу и говорят, мы хотим. Куда они должны приехать? Ну, если ребята хотят позаниматься рядом с нами, пообщаться, поделиться опытом, поиметь, так скажем, опыт какой-то работы со спортсменами, и с тренерами, которые воспитывают таких спортсменов, то есть надо ехать в Пукет Фейк Парк. Здесь профессиональная команда, здесь ребята, которые любят свою работу и профессионально относятся к ним. Я думаю, что с апреля месяца буду уже здесь. Добро пожаловать в Пукет Фейк Парк. Расскажи немножко о себе. Какой твой самый любимый трюк, который ты делаешь хорошо и который бы хотел воплотить в реальность своих детях, которых ты тренируешь? Ну, про свои трюки я уже давно ничего не рассказываю. Последнее время стараюсь кататься просто ради удовольствия, получать от этого какие-то радостные моменты в своей жизни. Но практически ничего не учу, но как бы пробую иногда, когда она скучит. Пока от этих попыток, так скажем, ни к чему хорошему не привели. А твои ученики, расскажи, самые лучшие попытки у них, за которые у тебя просто гордость? Ну, как бы нет такого, что у меня прям гордость за какие-то трюки. Каждый трюк, тем более трюк такого уже хай-энд уровня, это результат работы ни одного сезона. То есть, к некоторым трюкам мы идем один-два года. То есть, это три-четыре тренировочных сбора, полноценных, подводящих упражнений, попыток каких-то общей физической подготовки. То есть, все это порядки вещей. И поэтому, конечно, мы радуемся уеханным новым трюкам, но это все не случайность, это работа. Еще вопрос, наверное, от наших клиентов относительно судейства. Поскольку ты судья, ты можешь выразить свое мнение относительно субъективности. Насколько это субъективно? Ну, любой акробатический вид спорта. Есть часть субъективности в судействе, даже в гимнастике, где существуют четкие элементы, правильность выполнения этих элементов, все равно присутствует субъективность при принятии судейского решения. Как бы, занимаясь этим видом спорта, это надо просто принять и быть готовым к этому. Ничего в этом страшного нету. Это такая дисциплина. Как люди переборовывают страх? Переборовывают страх. Каждый по-разному. Кто-то живет с этим страхом, кто-то начинает о чем-то думать в другом. Некоторые просто катают подводящие упражнения какие-то, либо, не знаю, наркотики употребляют, наверное. Что для тебя вейк? Вейк? Вейк – это моя работа, моя жизнь. Это мой стиль жизни, так сказать.